Здравствуйте, уважаемые студенты! Сейчас у нас предмет орошаемое земледелие. Тема сегодняшняя. Это продолжение будет способа полива, техника полива и подготовка машин к поливу. Мы в тот раз рассказывали первую часть, теперь это как подготавливать машины к поливу. Насосная станция, в первую очередь начинаем мы с начала орошительной системы. Насосную станцию устанавливают в возле воды. Прочно, чтобы при обвале не обвалилась. Потом труба, которая входит в воду или всасывающая труба. На конце обязательно должна быть сетка, потом вибраторы, для того, чтобы мелкую рыбу мальки, так насосная станция не всасывала. Отпугивающая, это вибрационная система должна стоять и сетка, чтобы разные примеси водоросли, разные палки с водой вместе не шли по системе. Под насосной станции, например, СНП 50 на 80, должна обязательно стоять типа поддона. По-любому, любая насосная станция при заправке дизельным топливом, при заводке, где-то будет капать, где-то течь, солярка или масло, оно будет постепенно стекать стекать, стекать и стекать в воду, чтобы не загрязняло воду. Обязательно должны быть ставить какой-то поддон, чтобы разные примеси туда падали. Дальше насосные станции устанавливают его ровно, параллельно к земле. Оттуда выойдет труба, труба полностью доходит до поля, например, 2-3 километра, независимо от дальности, труба на 200 устанавливается и на дальность расстояния не зависит, насос все равно хватает сил обеспечивать. Потом по системе уже воросительные арыки, например, или куда поступает вода, например, в накопители, в некоторых хозяйствах есть большие накопители, туда общая вода идет, потом по системе в какую сторону есть плантации, в ту сторону направляется, другие направления будут закрыты, чтобы вода полностью обеспечивала дождевальную машину. Дождевальная машина DDN-70, например, устанавливается сзади на навесную систему трактора ДТ-75, МТЗ-80 или Т-150 на такие, на навесную систему и работает передвижной, он нестанционарный, передвижной по полю ездит и, например, полил этот участок и идет дальше, и DDN-100 точно так же навешивается на трактор, но уже сверху, вот, обе стороны, обе, и крыла, можно сказать, должны быть обязательны, как сказать, как противовес обоих сторон должны быть одинаковые, чтобы с одной стороны 40, с другой стороны 50 метров будет переваливать, вот, прочно, прочно, напрочно устанавливается и есть амортизаторы, когда при качке, при качке этой насосной крыла, чтобы она играла, вот, играла, не жестко, а должно она, а то оборвет, вот, при передвижении трактор должен на низкой скорости передвигаться с места на место, например, вот, обязательно все должно быть предусмотрено, нигде не должна вода бежать, течь, соединения должны быть крепко закреплены, если у вас будет какие-то вопросы, пожалуйста, я к вашему услугу. Субтитры создавал DimaTorzok